Всем привет, дорогие друзья! У меня есть чёрная смородина и я буду сейчас её заготавливать. Я буду варить варенье и один пакетик заморожу. Прекрасно использовать её в выпечке. Мил дело! Делаем йогурт из козьего молока. Саша уже развёл йогуртную культуру. Сейчас вот стерилизует баночки. В эту часть он будет добавлять ещё и сахар. Попробовали с сахаром, всем очень понравилось. Мои мальчишки с сахаром, конечно, как-то лучше едят. А вот эти две баночки без сахара для меня. Йогурт из козьего молока очень вкусный, прям реально очень-очень вкусный. У нас авария. Козе сегодня доктора вызывали. Я где-то вот неделю-полторы назад захожу к ней, а она какая-то грустная. Грустная и всё тут. Ну так-то вот ходит, ест, конечно, но грустная. И потом с каждым днём ещё грустнее, ещё грустнее. Наступила жара, перестала есть, зерно совсем есть перестало. Ну, мало ли, может, жарко не хочет или ещё что-то. И вот в один прекрасный день я стала замечать, что у неё одна щека больше другой. Саша говорит, смотри, у неё, мне кажется, одна щека больше другой. Да ну, не может быть, так и было. Говорю, не было. Я же её трогала, смотрела, гладила со всех сторон. На следующий день опухоль стала становиться больше, и потом в итоге сформировалась вот на конце у края челюсти, прям вообще чуть ли не в яблоко. У меня истерика, давай смотреть в интернете, что это может быть, и искать ветврача. И вот бегом с ветврачом разговаривать. Приехал. Ну, и вот то, что я нашла в интернете, вот какое заболевание это может быть, он мне сразу так сказал. Скорее всего, это вот это. Приехал, обколол её вот в это яблоко, которое вот образовалось йодом. Вот. Поэтому ей воспаление, там самое натуральное воспаление. Ой, перепугался опять. Сразу меня затрясло всё, что говорю. Коза жить-то будет, что ли, что я с ней делаю. Говорю, не переживайте, всё с ней будет нормально. Самое главное, вовольно начать лечение. Вот. И, короче, у нас одни приключения, не зря говорят. Если ты думал, что ты плохо жил, скучно, заведи козу. Вот прям вот сто процентов. Прям теперь совсем весело. Я вообще в шоке просто, в шоке. Ну, самое главное, что есть врач, есть куда обратиться за помощью. Теперь понятно, почему она не ела зерно. Сочный ест, и то ветки грызть перестал, то есть ей просто больно элементарно жевать. Поэтому вот на листочке, на нежненькой, на всё на такое её перевели. Доится опять, ну, восстановилась, как бы, я сначала, вот, жара была, думаю, но ещё и доится меньше стало. Жара, как бы, там всё понятно. А сейчас, несмотря на то, что у неё вот проблема, доится, стало нормально, как обычно. Золотой мой, моя козюля. Мой холёси несчастный мой, бедненький ты мой. Ой, сколько же у них болезней тоже всяких, а? Чего? Я планировал санду идти. Нет, мы сейчас не пойдём, сейчас ещё раз пойдём. Почему? Сегодня не пойдём. Почему? Ну, потому что. Верба приболела, она себя не очень хорошо чувствует, я не думаю, что она захочет далеко идти. Вот её накололи, я вот сейчас к ней прихожу, она лежит. Я говорю, моя золотая, она даже не встаёт. Ну, встала так-то дальше, подоилась нормально, спокойно. И гулять, в принципе, пошла так-то бодрячком. Вот мой холёси. Мой холёси. Ну, это ещё не всё, у нас ещё с гусёнком беда случилась. Разодрал себе всю ляжку, кожа прямо отошла. Ну, думали, ну всё, трындец ему будет. Саша говорит, клюв повесил, давай искать лекарства. Как лечить? Ну, что, мы шить, что ли, будем? Зашивать это всё? Нет, конечно. Там и черви уже завелись, но нет. Залили всё йодом. Обработал он специальной такой штукой, ну, рано затягивающей. Покупали специально, ну, как бы для людей. Вот, там и дихлофосом уж обрабатывали, и что только не делали. Ну, думали, ну, погибнет, ну, что мы, что могли, мы сделали. Ну, в общем-то, вот из-за того, что вот он, ну, сжёг, стал образовываться корка. И в итоге, Саша говорит, сегодня всё, встал гусь, побежал, повеселел, воду стал пить. Ну, слава тебе, Господи. Ну, это как страшно всё с этими животными. Самое главное, помощь экстренно надо оказывать. И на дому. Куда вот ты с гусёнком вечером на ночь глядя поедешь? Кому вот мы нужны с гусёнком? Кто нас лечить будет? Ой. Саша говорит, и рубить его. Там толком мяса нет его, чтобы рубить на мясо. Ну, сегодня побежал, будем смотреть дальше, что там с ним будет. Так что весело живём. Если бы не было так грустно. Что папа с Ильей делает? Делами занимаются. Где? И папа сам у нас приболел. Ну, что-то прям вот как какая-то полоса чёрная. Ну, в жизни всегда так бывает. То белая, то чёрная полоса. Моя, вон она как жуёт моя, жуёт потихонечку так. Раньше она так резво всё кусала. А сейчас аккуратненько. Маленький мочек. Почему? Ну, челюсть-то болит у неё. А батарейка заряжена, да? Заряжена. У нас сейчас стоит очень хорошая погода, очень комфортная. Ну, вот где-то 25 градусов, прохладный такой лёгкий ветерок, прям жить можно. Хорошо. А, ну ещё хочу сказать. Вот многие, ну некоторые писали нам, что вот эту козу мы неправильно содержим. С ней всё время надо гулять, её надо вот не так кормить. Врач, который сегодня к нам приходил, сказал, что мы в замечательных условиях содержим козу, и всё мы делаем правильно. И не надо её пасти целый день, чтобы она на солнце жарилась, а выходить надо ненадолго, чтобы она променад, так сказать, совершила, пожевала, повеселилась немножечко. И опять такое вот содержание в загоне. Нам сказали, что всё мы делаем правильно. Ну, мой сладкий. Кушай мой золотой. Вот она моя красота. Единственное, вот с сеном, ну мы так предполагали, что надо брать было тюками, удобнее, конечно, для неё, чем вот мы будем разматывать это всё. Ну, в следующий раз умнее будем. Сегодня ещё мы ездили в село козла посмотреть. Такой классный козёл, чистый, чёрный, крупный, ну, камолый, ну, обрезали, правда, ему рога в детстве, породистый, шерсть лоснится аж вся, ну, такой козёл классный. Единственное, они стали его продавать, продают этого козла, а вдруг у нас охота будет, они его продадут, прям жалко. Здрасте. Козёл прям классный-классный. От него пахнет козлом, но не вот не отвратно, а просто вот такой хороший козлиный запах. Ну, прям классный козёл. У нас по деревне одно время, в прошлом году, наверное, просто убрали его, ставили козла пастись. Это вот 100 метров до и 100 метров после, но вонь невыносимая, вот прям идёшь и нос затыкаешь, иначе вот прям вот рвотный рефлекс. Ну, а этот такой классный, ну, такой ласковый, хороший козлик. Козёл и крупный. Вот бусечки нашего, вот такого козла. Ну, вот врач сказал, что, бедврач, где-то после 15 сентября у них начинается охота. Ну, посмотрим. Будем, как Саша говорит, будем посмотреть. Да, Вань? Да. Шувундер наш. Идите, я чё и делаю. Ну, вот чё ты делаешь? Видите? Я хожу ещё, листочки ей обрываю, как на злую траву-то вся покончалась, засуха. И так как мы всё время ходим, всё стрижём в округе, уже и нет, чего в округе-то стричь. А ещё у нас. Сегодня выхожу такая в огород. Ну, вот сейчас вот, скажу, погуляю, покажу потом. Чё-то не пойму, чё-то у меня как-то чист, всё лысенько. Ну, как-то мельком взглядом, а сама он побежал дальше, потом опять выхожу. Чё у меня так хорошо? А там, смотрю, моркови моей нет, одни бустовые торчат. То есть птица сожрала всю мою морковь, зелёную часть. То ли гусь, то ли куры, то ли кто. Помидоры вся расклёвана. Короче, просто полный капец. На следующий год прям буду сильно-сильно думать. То ли теплицы ставить, то ли вообще огородом не заниматься. Засадить всё травой для коз, для пчёл, для гусей, вот их любимой. Что-то такую смесь какую-то купить. Ну, невыносимо прям, честное слово. Я столько на этом огороде труда оставила. Весь отпуск в огороде просидела. И нате вам, пожалуйста. Прям грустненько как-то. Эй, алёси мой. Так вот он дружит хорошо с вербой. Дружочек, а? Эй, дружочек. Все кошки к вербе приходят. Все. Посмотри. Она их не боится. Они тоже особо. Она наклоняется к ним такая. Обнюхивает. А с Максом даже играет. Пытается бодать его. Вон он верткий, он оставающий. Вот он, красавец. Красавец мой золотой. Персик. Котята уже с нами жевать стали еду кошачью. В туалет стали ходить. Будем их отдавать будущим хозяевам. Они уже спрашивают. Так что вот. Моя золотую. Вон она, видно. Ну, морда моя. Сладкая ту моя. Да мой золотой. Сейчас я пойду листочки себе вкусные рвать. Хмель. Срываю ей прям целую плеть. Плеть она раньше ела, а сейчас плеть и жевать перестала. Значит ей больно. И буду сейчас обрывать молодые листочки. Ну, вот, кстати говоря, зерно-то вот она не ест. Но все равно это на удое никак не сказывается. На удивление. Я думала, прямо она сильно снизит. А вот она жару пережила как бы. И удое у нее опять вернулись. Хоть и без зерна. Вот она сено ест. Кушай мое, кушай. Вкусное сенце. Надо размотать тебе. Ну, что ты идешь? Кеш. Максик. Мася. Маська. Масюся. Вот он, красавец. Кусь у себя. Идет у Буси, идет. Идет, идет. Ну, вот так. Мам, поможет кто-то ослабить? Вышла хищница, пошла. Персия. Персия. Дома играть. Персия, куда пошла? Куда пошла? Персия, куда ты? Идешь-то, кошка? Любопытная. Моя ты красота. Моя красота. Хорошая моя девчонка. Мам, держи. Все, посадил. Масик. Набираю ей листьев. Вот. Хмель. Хмель. Именно я кучу любит. Мам, держи. Мам, поехали. Ну вот все Ясно вкусняшки Которые я для нее выбрала Все самое вкусное Свежего сена ей положила Воды Кушай, спокойно ночью Да, уже вечер Спокойной ночи Сладких снов Всем пока-пока Пошли смотреть Безобразный огород Поклеванная тыква А это морковь Вернее все, что от нее осталось Надо ее выкапывать Вербе от дачи пока Хоть так Огородники Называется Тут же тоже морковь Была